В этом году осень выдалась приятно теплой, а если судить по новостям, то даже очень жаркой. Здравствуйте, это программа Инфоповод и я Марина Лагутина. Какие события мир обсуждал за последние семь дней, узнаем прямо сейчас. Вторую неделю продолжаются бои между Арменией и Азербайджаном в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. За это время азербайджанская армия успешно продвинулась вглубь фронта и освободила множество сел, городов и целые районы от оккупации. Также эта неделя ознаменовалась несколькими интервью президента Азербайджана Эльхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Президент Алиев неоднократно подчеркивал, что Азербайджан готов вернуться за стол переговоров и прекратить военные действия, как только Армения выведет свои вооруженные силы с азербайджанской территории. Премьер-министр Пашинян в своих интервью сосредоточился сначала на идее о том, что в очередной раз происходит геноцид армянского народа, хотя на территории Азербайджана всегда жили и продолжают жить тысячи армян. Я помню, никогда не было ты армянин, я азербайджанец. Мы все дружили, все вместе. А затем Пашинян стал подчеркивать, что если в конфликт не вмешаются третьи страны, то война перерастет в гуманитарную катастрофу регионального и даже мирового масштаба. Позже он вообще выразил уверенность, что Франция признает независимость Карабаха. Напомню, что сама Армения до сих пор не решилась на этот шаг. Вестник Кавказа подробно освещает эту тему в разделе «Ситуация в Карабахе». Все самые интересные новости и экспертные оценки читайте там, ссылка в описании. В самом политически нестабильном государстве Центральной Азии, Кыргызстане, на этой неделе вспыхнули массовые протесты в связи с несогласием с результатами парламентских выборов 4 октября. Митингующие и поддерживающие оппозицию последовательно захватили здание парламента в Бишкеке, мэрию столицы и здание правительства страны и даже освободили из тюрьмы бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Это уже третий за 15 лет политический переворот в Киргизии. Как сообщает Аль-Джазира, в четверг границы страны закрыли для всех высокопоставленных чиновников. Это связано с тем, что ранее в Бишкеке потеряли президента, который перестал появляться на публике. Результаты парламентских выборов признали недействительными. Правительству пришлось свернуть свою деятельность, и страна буквально осталась без власти. Теперь оппозиции предстоит определить исполняющего обязанности премьер-министра, который назначит новую дату парламентских выборов. Российские власти назвали ситуацию в Киргизии бардаком и хаосом. Подробности читайте на нашем сайте, ссылка в описании. В понедельник началась ежегодная Нобелевская неделя. Каждый день Нобелевские комитеты Стокгольма и Осло по очереди объявляли лауреатов престижной премии в научной, культурной и гуманитарной сферах. Как уже стало традиционным для 2020 года, вручение наград в этом году будет происходить заочно. Как пишет New York Times, что касается церемонии в Стокгольме, то она пройдет в виртуальном формате, а лауреатов этого года пригласят на вручение премий 2021. В Осло же решили не обменять вручение наград, а просто сократить количество присутствующих в зале. Премию по химии за наиболее точный метод редактирования генома получат исследовательницы Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Даудна. В области медицины за открытие вируса гепатита С премия присуждена Харви Альтеру, Майклу Хоутену и Чарльзу Райсу. Премию в области физики за исследование черных дыр получат Роджер Пенроуз, Рейнхард Генцель и Андреа Гёс. Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала американская поэтесса Луиза Глюк, а Нобелевскую премию мира получит всемирная продовольственная программа ООН. Кстати, букмекеры принимали ставки на то, кто получит Нобелевскую премию в этом году. Правда, в сфере литературы их прогнозы в очередной раз не оправдались. Это была программа Инфоповод. Интересной вам недели и только хороших новостей!